Уникальный концертный комплекс New Wave Hall был построен в Сочи специально для проведения здесь фестиваля. Комплекс уже успел стать местной достопримечательностью. Благодаря своим масштабам, его площадь 7 тысяч квадратных метров и уникальной подсветке, комплекс видно из многих точек города. А его внутренние удобства уже в первый конкурсный день смогли оценить 3 тысячи гостей. Зрители начали собираться на площади у Северного Мола задолго до начала шоу. Такой интерес к новой волне связан в том числе и с переездом на новую площадку. Я думаю, что будет лучше. Думаю, что будет традиция продолжаться. Ой, у меня была мечта съездить в Юрмалу на новую волну, а теперь она была здесь, именно в Сочи. Это, конечно же, событие, которое бывает раз в год, которое, я думаю, стоит посетить каждому, которое приносит свои какие-то мечты, ожидания, и оно, конечно же, должно принести какие-то огромные воспоминания и эмоции. Мы давно собирались на новую волну, когда она еще была в Прибалтике, но так туда и не попали. И для нас было очень приятным известием, что новая волна перебирается в Сочи, наш любимый город. Мы сами из города Волгограда. Очень здорово, что это совмещено с экономическим формулом, с формулой 1. То есть мы успеем пребывать в главной программе в Сочи и отдохнуть хорошо, очень здорово. Новая волна стартовала в Сочи масштабным галоконцертом, открыла который по традиции муза-фестиваля Алла Пугачева. Впервые за 14 лет фестиваль сменил не только побережье Балтийского моря на черное, но и свой формат. Новая волна в Сочи будет идти 10 дней вместо привычных шести. Тем не менее, организаторам фестиваля удалось сохранить все самые главные его традиции. По-прежнему его гости – звезды российского шоу-бизнеса, а председатель жюри – неизменно Игорь Крутой. Всегда у «Новой волны» была задача появления новых песен популярных, появления новых имен. Давайте не нарушать эту традицию. Дождь нам не мешает, когда на свадьбах дождь, все говорят, будут счастливо жить, счастливо жить. Сотрудовская пара. Так что давайте пожелать счастливой жизни нашему конкурсу «Новая волна». «Новая волна» – это возможность увидеть буквально всех популярных артистов сразу и услышать множество новых песен и известных хитов. За 10 дней конкурса на берегу Черного моря пройдет 10 уникальных концертов. Новая площадка для «Новой волны» уже успела полюбиться и самим артистам. Вот, наверное, так оно должно было случиться. Вот та история замечательная, добрая, светлая, счастливая, она осталась в прошлом. Она себя, можно сказать, изжила. И вот этот конкурс, он немножко обновленный, потому что он длится дольше обычным. А в его рамках много интересного будет происходить. Такие фестивальные программы, такие внеконкурсные. Мне кажется, что конкурс только вот в этом смысле он только выиграл. У меня впечатление, что наконец-то мы дома. Мне кажется, это правильное решение. Изначально это фестиваль российский. Я без обиды на джиндере, но там такой хороший маленький уютный зальчик. Когда, наверное, «Новая волна», уже как бы реинкарнированный фестиваль Юрмала появился там, был такой приятный, талантливый бриз. И сейчас цунами уже. Цунами не умещается в гостеприимной Латвии. Мне кажется, Сочи как раз для этого самое лучшее место. И все-таки в первую очередь «Новая волна» – это музыкальный конкурс. В этом году за победу поборются 15 исполнителей из 12 стран мира. Каждый конкурсант исполнит мировой хит, российскую и авторскую песню. Побороться есть за что. В этом году победитель получит 70 тысяч евро. Своеобразным призом «Новая волна» стала и для Сочи. Чем больше таких событий, тем больше у нас туристов. А чем больше туристов, тем больше и лучше наша экономика, тем лучше живут наши люди. С другой стороны, это еще и то, что дает возможность быть нашим горожанам, культурными, счастливыми людьми. И, конечно, мы очень-очень хотим, чтобы этот проект, он действительно стартовал удачно. И чтобы местом проведения «Новой волны» в следующем и в следующем году был Сочи. На мой взгляд, не нам, конечно, судить, но зрители довольны. Я сейчас наблюдал за реакцией зрителей, сочинцев, приезжих, наших гостей «Новой волны». Мне кажется, все удалось. Впереди еще шесть дней фестиваля. В субботу будут подведены итоги конкурса молодых исполнителей, а в воскресенье состоится галоконцерт «Закрытие». Галина Захарова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.